54 года актриса проработала в Малом театре, считая главным жизненным приоритетом карьеру. Коллеги-артистки поражались дисциплинированности и самоотдачей Элины Быстрицкой на сцене. Хотя в 2012 году Быстрицкая ушла из театра, друзья-артисты не забыли ее. Для знакомых смерть Элины Авраамовны стала настоящей трагедией. Несмотря на возраст и ослабленные здоровье актрисы, окружающие верили, что звезда сцены в очередной раз справится с болезнью благодаря своей удивительной силе воли. В этот печальный день Стархит связался с коллегой Элины Быстрицкой. Верой Васильевой мы не были очень близки, но я могу сказать, что она была всенародно любимой актрисой, прекрасной женщиной, красавицей. Она обожала свою профессию. Мне жаль, что она ушла навсегда поделилась. Васильева Вера Васильева играла в одном театре с Элиной Быстрицкой фото, Лиджин Медиакок и Быстрицкая. Вера Васильева играла в Малом театре в столице. Она восхищалась красотой и профессионализмом Элины Авраамовны на сцене. Она действительно любила зрителей и отметила Васильева. Элина Авраамовна запомнилась современником сильной личностью. Лариса Лужина рассказала редакции, что только такая женщина, как Быстрицкая, могла не только сравниться с Нонной Мордюковой, но и стать лучшей аксиньей для Тихого Дона. Лариса Анатольевна надеялась, что коллега одолеет болезнь. Мы не общались близко. Снимались давно в сериале Булата Мансурова о княгине Ольге, где Элина Авраамовна сыграла главную роль, а я ее прислужницу. Это была короткая встреча. Но мне кажется, Элина Авраамовна и сама была как княгиня Ольга в жизни, величественная, грозная, упрямая, жесткая. Она была поглощена профессией, любила театр и служила ему, а остальные служили ей, подчеркнула Лужина. Актриса смогла узнать Элину Быстрицкую с другой стороны. Когда они вместе отдыхали в Карловых Варах, мы встретились на водах и она была такой неожиданно мягкой, доброй, домашней, открылась мне с нового ракурса. Наверное это случилось, потому что ей не нужно было играть и что-то доказывать. Очень жаль, такая многогранная личность покинула нас, посетовала коллега Элины Авраамовны. Коллеги считали роль княгини Ольги подходящей для Элины Быстрицкой фото. Кадр из фильма Зинаида Кириенко тесно общалась с актрисой. Она неоднократно пыталась встретиться с Элиной Быстрицкой, когда та болела. В феврале Зинаида Михайловна звонила сестре артистки и узнала, что Элина Авраамовна парализована. Кириенко тяжело приняла известие о гибели подруги. Много лет назад именно Зинаида Михайловна поспособствовала участию Быстрицкой в съемках «Тихого дона», предложив ее кандидатуру режиссеру картины. «Мы были всегда в очень хороших, добрых отношениях, потому что она умная, тактичная. Мы всегда с радостью встречались на каких-то вечерах. Она всегда была на моих юбилеях», поделилась Кириенко. Быстрицкая была для своего поколения идеалом русской женщины. Руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин считал ее одной из лучших актрис страны. Он принес соболезнования семье артистки и малому театру. Быстрицкая лучшая аксинья, как принято говорить, всех времен и народов. Она образец русской женщины, со всей ее страстью, обаянием, надрывом, мощью русского женского характера. В этом смысле она образец. «Мои соболезнования малому театру и благодарность за то, что такая выдающаяся актриса долго и плодотворно работала в этой старейшей российской труппе», поделился Калягин Стас. Клэс Поуст 615 832 подписчика.